всем доброе утро мы проснулись игорем нам уже чайчик попила папа покушал вот мы че долго спали 11 уже 12 час вот и такие сделала нам тосты поджаристые с яйцом и немножко икры осталось и просто тост из партета блин сохраняйте себе этот паштет он нереально вкусный может быть по акции прям очень классный нам понравился и гостям кто были вообще супер паштет так что всем приятного мы будем завтракать смотрим телек позавтракали такое утро неспешное за окном у нас такая погода дождь видно капли дождя не видно ветер дождь короче такая погодка осенняя спас мы пришли сюда к нам я с фресликом тяжело серик вон с игорем москается смотрите у реслика боевая травма покажи покажи носик видите царапина мужик да мужик тебе покорябал правильно ты мужушку набил он тебе нос покорябал я пришла в этом пальто деревенском настя называет его в тулуп сирик сидит сирик котики по нам соскучились мы там ночевали я в этом своем пальто и даже не хочется снимать что-то как-то прохладно на улице дождь надо работать я уже запустила компьютер у меня уже пару сообщений голосовых уже надо работать неохота что это да как называется любовь смотрите а не ревность и горючок это за любовь вот говнюка серия все вижу милота какая да за любовь она как нас спрятал чё нас спрятал холодно будет вообще работали немножко идем пообедать дождь холодно пришли обедать шалюнчик едим зеленью я не особо я не очень люблю шулюну похлебать мама говорит надо сегодня у нас какой-то неудачный день траурный день у меня сегодня вообще не целый день реву с утра мы встали такая погода пасмурная еще вот пришли сюда работать и я запустила компьютер как обычно я проверяю свою рекламу на авито и меня заблокировали поблокировали все мои аккаунты мы понимали что рано или поздно это может случиться но как всегда не ожидая что-то случится так быстро и так так массово все аккаунты в общем авито стало еще строже свою политику делать и теперь каждый аккаунт нужно подтверждать паспортом и видео подтверждением лицом можно так это назвать а у меня все аккаунты были созданы без такого подтверждения и даже мой аккаунт который подтвержден был что-то там не то пошло не проверено что они там заподозрили у них очень жесткая там вообще проверка вот и мой даже реальный аккаунт заблокировали а дополнительные и подавно и это это мой заработок это мой заработок это мой доход и все в один миг просто аннулировалась весь труд там просмотры избранные там клиенты которые не хотят перейти пока ватсап и они остаются там сами я конечно всегда агитирую ну вот и они говорят мы вас тут сохраним мы еще напишем не каждый же готов доверить свой номер так далее вот и там отзывы о моей работе мне клиенты пишут отзывы и на некоторых аккаунтах уже они были и это тоже влияет на рейтинг я просто не знаю мне уже на истерический смех я ревела сегодня полдня и единственный единственное мое спасение это только то что мама подтвердила профиль дала грубо говоря свои данные чтобы создать на нее аккаунт один и пока у нас работе один аккаунта было порядка 15 мне очень грустно я сейчас даже говорю мне так обидно вот просто за ну мне просто за себя обидно что все что делалось она все в один миг просто из-за того что авито хочет чтобы это все делалось за деньги чтобы эти аккаунты все были услуги да все подавали услуги платно просто из-за того что зарабатывают получилось так что короче мы стали просто частичкой чужого бизнеса и у авито вообще все строже 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 они не каждый раз не каждый паспорт твой принимают у меня вот из-за паспорта что там глюкануло они видео твое тоже ты можешь только один раз подтвердить если что-то пошло не так а кстати я вспомнил значит игорь почему мой аккаунт они короче начала видео нажимать и там есть там ну что-то там они что-то недостаточное освещение линии с очередной лицо и что-то там проверка видео не прошла а второй раз они тебе пишут подозрительный аккаунт ну короче вообще без комментариев и мало того что такая погода разъехали вчера все гости это тоже какой-то степени ну грустновато становится когда у тебя тут было веселье был народ какая-то готовка атмосфера потом резко все уезжают такой возвращаешься к обычной жизни реальности вот и наверное да все таки гости друзья помогает тебе немножко уйти от быта от вот этой обыденности ну просто вот одно и то же каждый день вот и когда ты заканчивается ты опять возвращаешься к своей жизни обычный ну ты как засыпает ну и в общем конечно же мне очень грустно потому что теперь мне чтобы подавать хотя бы объявление 10 это ну будет какой-то хотя бы выхлоп то что объявление это просто ни о чем это это просто вообще и чтобы мне теперь сейчас нам подавать до хотя бы там 10 объявлений то нам нужно каждый месяц оплачивать только это только авида не считая каких-то других расходов по наши там рекламе так далее это как минимум там около десяти тысяч нужно платить и это безумно грустно потому что именно сейчас моменте мы не готовы да то есть тоже какие-то расходы свои были сейчас приедем домой и мы сейчас пока не готовы внести то есть нам нужно прям очень хорошо сейчас поработать до каких-то ближайших денег и только тогда мы оплатим аккаунт и только тогда у нас пойдет работа сейчас мы как на паузе будем это очень плохо тут в связи с праздниками был провал ну как бы вот полмесяца вообще нет клиентов вообще все ну тишина сейчас начнется самый ажиотаж после праздников нужно все выходить на работу и искать исполнителей а мы нас нет нас просто нигде нет очень грустно до безумия тоска и погода она еще так ухудшает состояние еще такой момент что мы сейчас обедали там болтали с родителями вот и я понимаю с одной стороны что это как толчок такой хороший толчок двигаться дальше у нас есть куча прикольных идей и мы ну как бы мы думали об этом и мы конечно же продумали что рано или поздно нам придется уходить из авито нам искать какие-то другие рекламные площадки у нас есть много идей но они тоже бюджетно затратны то есть это было одни одна из бюджетных одна из там мы иногда могли какую-то проплату сделать но это бюджетно а сейчас вся реклама которую мы будем использовать будь это соцсети будь это еще какая-либо реклама это все очень дорого стоит и следовательно нужно поднимать цены а поднимая цены ты будешь терять клиента а клиент это плохо клиент будет недоволен но это очень ладно я сильно грузить не хочу вот но я хочу сказать еще и настроение поделиться мало того что вот это все нагнетается как-то так еще у нас какой момент мы были у родители там болтали сидели и мы вообще думаем что мы как бы скоро поедем домой потому что здесь плохой интернет а нам надо все-таки работать вот и мы поедем и тоже грустно уезжать видно вижу по маме что она конечно хотела бы чтобы мы вообще остались бы вот хотя бы на лето вот но нет нам нужно ехать и самое интересное что мы думали может там числа 13 поедем попозже не сегодня не завтра а папа говорит что наоборот пока дожди тогда ему проще на основу будет отвезти пока нет дел в огороде потому что как только сейчас дожди закончатся нужно начинать какую-то активную работу подсохнет земля и так далее поэтому год не легче тогда вас может быть там завтра послезавтра сразу отвезти потому что потом он работает а потом уже нужно зажать и так далее то есть вот эти вот поездка это же целый день выматывается ну и короче получается так что в итоге мы еще и скоро уедем груз вот такая у нас обстановка бывает такое я ищу сейчас разные вариации как можно поступить нам сейчас данной ситуации что мы можем сделать для чего мне этот опыт что я должна действительно имеет несколько на точек таких точек заработка точек и вариации рекламы потому что один способ это плохо он навернулся и все сейчас еще с инстаграм такая ситуация что можно попасть и в инстаграм рекламу нанять таргетолога там ежемесячно оплачивать но там вообще сейчас непонятно что с рекламой много рекламы приостановлено и не знаешь куда на какую площадку двигаться пока непонятно так что хочется прям с вами поделиться что порой когда у тебя свой бизнес вот такие бывают неудачи провалы уход в какой-то минусом потому что это жизнь игре сопит ну горно не спишь а если ты сейчас уснешь я вообще буду реветь сидеть так что такая обстановка у нас папа отвез маму сейчас на работу потому что у нас там ветер дождь я пошла сняла белье а ну блин все мокрое я пока сняла околела у меня же руки с ней отвалились отогревая с котиком сижу и надо садиться за компьютер надо что-то поделать по работе потому что хочешь не хочешь но нужно двигаться дальше настроение конечно паршивенько сегодня ладно ребят мы победу лишь улемчик что-нибудь поработаем поделаем вечерком пойдем туда к родителям там будем ночевать нет смысла тут протапливать тоже сильно потому что уедем скоро ничего не хочу ну что ребят папа к нам тут заходил сказал что едем завтра говорит ладно в 6 утра не поедем он там какие дела свои хотел сделать не поедем рано говорит ладно хотя бы часов 8 надо выехать придет сейчас вещи собирать у нас сколько время 8 часов вечера у нас мама с работы пришла готовит макарошки а мы с игрим уже начинаем собираться домой созванивали с леной болтали чего у них дела работе тоже горит так ничего не охота как и у нас сегодня состояние так что будем собирать вещи ехать домой что-то как-то грустно сегодня целый день но жизнь эту жизнь после радостных событий приходит обычный быт и так далее так что надо собирать вещички нам уже зафигачила макарошки у него очень вкусная на как масло какой специфичный покупает постоянно салат точно похоже дем мы сегодня обедали всей семьей вот сейчас ужинать и семья это у нас макарошки а мама накрашена можно снимать маму есть все дни снимала и не спрашивала это че че а то у нас папа постоянно работе да такое ощущение что одни мы ничего не делаем папа у нас да пришли заморожены попытаться своя атмосфера мы собрали вещи уже дамы сейчас пойдем влоги смотреть а мы смотрим влог за шестое посмотрели теперь за седьмое папа короче чуть с мамой разболтались сейчас спать уже ложимся искупались так что всем спокойной ночи всем пока отдыхаем завтра рано вставать пока все